Подскажите, пожалуйста, на свадьбе не будет ведущего. Просили подружек для помощи в проведении мероприятий, на них сильно надеюсь, но в то же время не хочется сильно эксплуатировать, что делать. Ну, честно говоря, я вообще немножко против этой истории, да не немножко, а прям множко против истории, когда нет ведущего на свадьбе, потому что я знаю, что это такое, я много раз слышала о том, что да, что там, мы там посидим, да, пообщаемся, да, под музыку выйдем, потанцуем, да, что там, подружки все, в принципе, сделать, организуют. Поэтому я знаю, как это все будет выглядеть, особенно если на свадьбе больше 10 человек, я в принципе представляю, что это будет, что из этого может получиться. Поэтому, если не хочется эксплуатировать подружек, наймите ведущего. Вот прям вот вам дельный совет. Если у вас нет денег на ведущего, то наймите хотя бы человека, который проведет вам, как конферанс проведет вам хотя бы там несколько часиков, там 2-3 часа на мероприятии. Хотя бы так. И договоритесь с вашими же друзьями, например, чтобы они подготовили какие-то творческие номера, чтобы ведущий не проводил там, допустим, интерактивов, не сильно перенапрягался там, грубо говоря, а чтобы всю программу забивали те же ваши подружки, друзья и так далее, чтобы у каждого был, распределите между друзьями, чтобы там у каждого был какой-то творческий номер. Сделайте такой некий капустник из этого. Но просто доверить это подружкам, ну, не знаю. Подружки не профессиональные ведущие, они никогда этим не занимались. И я могу представить, во-первых, что это будет за программа, скорее всего, будет программа из интернета. Во-вторых, я могу себе представить, что, в принципе, какая будет атмосфера, и что, в принципе, может из этого получиться. Вы знаете, вот такие моменты я все время хочу напомнить о том, что, девчонки, вы вот сейчас экономите там деньги, ну, там, понятно, какую-то сумму, я не знаю, сколько, в каком городе вы живете, сколько стоит у вас ведущий, да. Ну, вы экономите вот эту сумму на ведущего, но свадьба у вас один раз в жизни. Вот я просто хочу это напомнить вам, что вы делаете свадьбу один раз, вы не будете выходить каждый год замуж. Вы не будете, скорее всего, вы не сделаете себе такое мероприятие на юбилей. Многие говорят, а на юбилей там придумаем что-нибудь, а на годовщину свадьбы? Да не сделайте вы это. Если вы на свадьбу ведущего не берете, то вы на юбилей не будете брать ведущего. Слушайте, ну, устройте себе один раз в жизни праздник. Вы один раз это делаете в своей жизни, один раз. И вы сейчас экономите вот эти деньги, чтобы потом сидеть и думать, да ёшкин кот, да ёлы-пал, ну почему, ну реально, ну мне подарили бы эти деньги, я, ну, по сути, ну, ну, это все равно, что не делать эту свадьбу, ну, неужели оно того стоит, вот эти эмоции, вот эта экономия, ну, честно говоря, я вот этого не очень понимаю, это все равно, что картинки в интернете, еврейская семья решила сэкономить на фотографии, видеографии и просто запомнить свою свадьбу. Вот это из этой же оперы, вот для меня, честно говоря, если на вашей свадьбе нет людей, которые профессионально этим занимаются, которые могли бы сделать вам это в подарок, нанимайте профессионалов, не портите свою свадьбу, не рубите просто сук, на котором вы сидите, не рубите на корню, не зарубайте свою свадьбу, потому что настроение на мероприятие, настроение на банкете делает ведущий, ведущий, понимаете, да, он может просто направлять ваших гостей, но их кто-то должен направить. Люди, которые никогда этого не делали, никогда в жизни не смогут создать настроение, потому что застеснялись, потому что не знали, что сказать, потому что прочитали стих из интернета, потому что провели конкурс, который в интернете там, который они не знают, как проводить и не проводили никогда в жизни. Ну, не портите свою свадьбу одним словом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok